Всем нам известен онлайн-сервис цифрового распределения компьютерных игр и программ, поддерживаемый компанией Valve. В Steam за многолетнее его существование было представлено много игр, и многие из них нельзя назвать плохими. В этом видео хочу показать вам 20 игр Steam, которые теперь доступны в Play Market и в которые вы можете поиграть на своем смартфоне. Будем честны, таких игр очень много, постарался выбрать самые интересные. К большому сожалению, при переходе в Google Play они не стали бесплатными, но способ скачать их бесплатно все же есть. Но об этом у меня есть отдельное видео, ссылку на которое найдете в описании или нажав на подсказку. Итак, лайк сейчас, комментарий потом, а я пожалуй начну. Dead Cells это экшен платформер, в котором вам предстоит окунуться в 2D захватывающие сражения с огромным выбором оружия и навыков против беспощадных боссов и их приспешников. Вас ждет огромный, постоянно меняющийся мир. Испытайте себя в роли подопытного, неудавшегося алхимического эксперимента и исследуйте постоянно меняющийся и разрастающийся замок. В поисках разгадок всех тайн зловещего острова. Конечно, при условии, что сможете одолеть его стражей на вашем пути. Головоломки в Duex Go станут для вас настоящим вызовом, а для их решения вам придется использовать навыки скрытности, шпионажа и свой интеллект, открывая тайны захватывающего сюжета вместе с секретным агентом Адамом Дженсоном. Крадитесь, взламывайте, сражайтесь, а заодно улучшайте Адама с помощью футуристических аугментаций, чтобы решить самые интригующие головоломки в серии и раскрыть тайну мира будущего. Игра Half-Life 2, неоднократно получившая титул игры десятилетия, дарит игроку потрясающий уровень реализма и отзывчивости управления, где присутствие игрока меняет все, что его окружает, начиная от физического окружения и заканчивая поведением персонажей, включая эмоции врагов и друзей. Игрок снова берет монтировку ученого Гордона Фримена, который оказался на земле, захваченный пришельцами, который полностью разорили планету, истощили ее ресурсы и уничтожили значительную часть населения. В Teas War of Mine вы играете не за солдата элитных войск, а за группу мирных жителей, пытающихся выжить в осажденном городе, испытывая нехватку еды, лекарств и постоянную опасность со стороны снайперов и марардеров. Игра дает возможность почувствовать войну с абсолютно новой перспективой. Игровой процесс зависит от смены дней и ночи. Снайперы не позволяют вам покинуть убежище днем, поэтому вам приходится заниматься другими делами, отстраивать свое укрытие, торговать, заботиться о выживших. Ночью, выбрав одну из уникальных локаций, вы можете отправить кого-нибудь на поиски провизии, которая поможет вам остаться в живых. Принимайте решения, руководствуясь своими моральными принципами. Пробуйте сберечь всех своих людей или пожертвуйте кем-нибудь, чтобы повысить шансы остальных. Во время войны нет хороших или плохих решений, и есть только задача выжить. Чем скорее вы это поймете, тем лучше. Life Else Stranger – это эпизодическая игра с пятью частями, которая предусматривает революцию в сюжетных вариантах выбора и играх с последствиями, позволяя игроку перематывать время и влиять на прошлое, настоящее и будущее. Следуйте за рассказом Макса Колфилда, старшего фотографа, который обнаруживает, что она может перематывать время, спасая своего друга Хлою Прайс. Пара скоро обнаруживает, что расследует таинственное исчезновение сокурсника Рахиль Амбер, раскрывающего темную сторону жизни в заливе Аркадия. Между тем, Макс должен быстро понять, что изменение прошлого иногда может привести к разрушающему будущему. С момента выпуска в 2000 году было продано более 5 миллионов копий Финал Фэнтези 9, и она с гордостью возвращается на андроид. Зидан и труппа театра Тантал похитили принцессу Гарнетт, наследницу Александрии. Однако, к их удивлению, сама принцесса очень хотела сбежать из замка. Через ряд необычных обстоятельств она и ее личный охранник Штайнер знакомятся с Зиданом и отправляются в невероятное путешествие. Встречая на своем пути незабываемых персонажей, таких как Квиви и Квина, они узнают о себе в секретах Кристалла и злобной силе, которая угрожает разрушить их мир. Теперь вы можете испытывать бескомпромиссную игру на выживание, полную науки и магии на ходу. Играйте за Уилсона, бесстрашного ученого джентльмена, который был пойман в ловушку и перенесен в таинственный мир дикой природы. Уилсон должен научиться эксплуатировать свое окружение и его обитателей, если он когда-нибудь надеется сбежать и найти дорогу домой. Войдите в странный и неизведанный мир, полный странных существ, опасностей и сюрпризов. Собирайте ресурсы, чтобы создавать предметы и структуры, соответствующие вашему стилю выживания. Играйте по-своему, разгадывая тайны этой страшной земли. Игра Hummon Fall Flat это веселая и увлекательная игра-платформер, основанная на законах физики. В этой игре до 4-х человек могут играть в фантастических локациях, а увлеченное сообщество игроков постоянно радует бесплатными новыми уровнями. Каждый фантастический уровень представляет собой новое пространство для приключений. От особняков, замков и земель ацтеков до снежных гор, мрачных ночных пейзажей и промышленных зон. Множество различных путей и захватывающие головоломки делают исследование уровней еще более увлекательным. Pace Dead игра жанра аркадный симулятор со сложностями, в котором ты играешь за жнеца на службе у смерти в компании Апокалипсис. Перед тобой стоит сложная задача, тебе нужно пройти испытательный срок из 7 недель, чтобы получить постоянную работу и продвигать интересы своего нанимателя. Чтобы решить, куда должен отправиться клиент, нужно осмотреть его на признаки. С каждым днем их становится все больше, а игра сложнее. У клиента в руках пистолет, отправляйте его в ад. Если только тот не одумается и не выбросит оружие. Клиент носит шляпу, видимо в рай. Но все-таки просто снимите ее и возможно под ней ты увидишь рога. Черки, убийцы, ангелы это тоже признаки. Еще задания от всадников. Смешные фразы клиентов, множество отсылок и паскалок, бонусы, штрафы, очень особые клиенты. Все это определит твое будущее как жнеца и определит концовку игры. Погрузитесь в эпическое ролевое приключение продолжительностью более 20 часов, посвященное истории видеоигр на полной массе забавных отсылок к классическим играм. От 2D RPG до 3D файта и многое другое. Вы получите удовольствие от прыжков из одного игрового жанра в другой, никогда не скучая. Эвалан 2 это не только одна игра, но и множество игр, в основе которых лежит история, которая заставит вас путешествовать во времени, открывая для себя различные стили искусства и технологии видеоигр. Грис это наивная девочка, запершаяся в собственном мире из-за боли, окутавшая ее в реальности. Ее скорбь находит воплощение в ее платье, которое дает разные способности, позволяющие лучше ориентироваться в своем мире. По ходу сюжета Грис эмоционально крепнет и начинает видеть свой мир немного иначе, открывая все новые и новые пути. Грис медитативная и умная игра, в которой вам не нужно бояться смерти, нервного срыва или гнетущей атмосферы опасности. Вас ждет тщательно продуманный и анимированный мир, а ваши уши приласкает оригинальный саундтрек. А еще несложные головоломки, элементы платформера и необязательные испытания. Помогите роботу Йозефу спасти его подругу Берту, похищенную бандитами из братства Черных Шляп. Маленького робота выбросили на свалку, откуда он должен вернуться обратно в город роботов Машинариум и расправиться с бандой Черных Шляп. А также не забыть спасти свою подругу. В мире Машинариум живут только роботы, различные по своей внешности и значению. Одним из наиболее интересных мест в этом мире является удивительный, покрытый ржавчиной старый город, где и происходят основные действия игры. В этой игре вы не найдете ни одного длинного и скучного диалога, ведь все персонажи общаются друг с другом при помощи анимированных облачков мыслей. Прям как в комиксах. Титан Квест Актеон РПГ в декорациях легенд и мифов древнего мира впервые увидела свет в 2006 году. Могучие титаны вырывались из заточений и намерены уничтожить мир. Одним богам под силу справиться с этой угрозой. Поэтому возглавить сражение должен легендарный герой. Окажитесь в центре событий эпического размаха и определите судьбу людей и богов. Почувствуйте себя героем. Создайте персонажа, исследуйте колыбели древних цивилизаций, таких как Греция, Египет, Вавилон и Китай. И сразитесь с ордами легендарных чудищ. Станьте мастером в стрельбе из лука, непревзойденным фехтовальщиком или экспертом в магии, улучшая навыки и умения персонажа, чтобы открыть источники мощной внутренней силы. Спасение мира вам поможет разнообразное сражение высшего класса. Легендарные мечи, разрушительные волшебные посохи, зачарованные луки и многое-многое другое. Були Аниверсали Эдитион. Это фирменный и вновационный геймплей и уникальный, полный иронии и социальной сатиры сюжет в лучших традициях Rockstar Gamers. Вам предстоит помочь 15-летнему Джимми Хопкинсу подняться в иерархите прогнившей изнутри частной буллволтерской школы. Дайте отпор хулиганам, не теряйтесь перед учителями, одолейте здешних качков и вышибал. Устраивайте розыгрыши, завоевывайте девичьи сердца и просто старайтесь выжить в худшей школе на свете. Испытания друзей это школьные мини-состязания для двух игроков. Кто быстрее препарирует лягушку на уроке биологии, решит ребус на уроке грамматики, поможет белке-летяге расстрелять врагов с желудями в белочке и так далее. Добро пожаловать в LiberCity, город с которого все начиналось. LiberCity вновь предстает перед игроками, обнажая свои самые грязные и неприглядные стороны. Теперь вы сможете погрузиться в мрачные бандитские тайны игры с огромным разнообразным открытым миром и бесчетным количеством персонажей лишь за несколько касаний сенсорного экрана. Выдающая актерская игра, криминальный сюжет с черным юмором, потрясающий саундтрек, революционный геймплей. Все это сделало GTA 3 легендарной игрой, разоначальницей целого жанра. Вы новый сотрудник лаборатории исследования природы порталов. И ваша задача строить мосты, пандусы и другие объекты в 60 камерах, чтобы человечки могли безопасно добраться до финиша на своих машинах. Используйте многочисленные гаджеты портал, порталы, отталкивающие гели, ускоряющие гель, воздушные панели веры, клубы и многое-многое другое, чтобы обходить турели, ямы с кислотой и лазеры. Решите многочисленные головоломки и пройдите тестовые камеры без потерь. Эллен Маклейн, озвучивший ГЛАДОС, поможет вам пройти обучение и расскажет обо всем, что должен знать настоящий сотрудник лаборатории исследования природы порталов. Копайте, сражайтесь, исследуйте, стройте. Нет ничего невозможного в этой насыщенной событиями переключенческой игре. Весь мир ваше полотно, а вся земля ваше краски. Захватывайте инструменты и вперед, создавайте оружие, чтобы сражаться с различными врагами в разных биохимах. Копайте глубже, чтобы найти драгоценности, деньги и кучу других полезных вещей. Собирайте ресурсы, чтобы создавать все, что вам нужно и сделать мир таким, каким вы хотите его видеть. Постройте свой дом, крепость или даже замок. Люди переедут к вам жить и, может быть, даже продадут вам вещи, которые помогут вам в ваших путешествиях. The Escapades – это уникальный симулятор про побег из тюрьмы, где вы очутитесь за решеткой и колючей проволокой. Вы вели преступную жизнь, но теперь вас поймали. Теперь вас ждет увлекательный и захватывающий игровой процесс. Вам предстоит распланировать побег в мире, где всеми узниками правит рутина. За вами следят. От переклички до отбоя. Не ждите чудо, которое вызволит вас из тюрьмы в этой игре. Предстоит тщательно планировать побег. Вы принимаете вызов или так и будете сидеть в своей камере. Призовите на помощь все свои навыки и ум, чтобы вырваться из темницы. Стенам вас не удержать, нужно совершить побег. Вам придется привыкнуть к жизни под пристальным окном тюремных охранников. Не зевайте, используйте свою стратегию и учитесь красть полезные вещи у них из-под носа. Вы даже можете захватить тюрьму. Охранники постараются пресечь любые попытки побега. Поэтому постарайтесь не вызывать подозрений. Являйтесь на перекличку, работайте и прячьте контрабанду. Полицейский, работавший под прикрытием, обвинен в убийстве. Теперь ему остается только одно. Бежать от бывших коллег и разъяренных бандитов. Макс загнан в угол и нет надежды на счастливый исход этой битвы. Макс Пейн – астросюжетная игра о человеке, бегущем по лезвую бритве. О человеке, который хочет очистить свое имя и раскрыть жестокое убийство своей семьи. Игра LEGO Marvel Super Hero Раскрывает оригинальную историю действий, которые разворачиваются во всей вселенной Марвел. Вам предстоит играть за Железного Человека, Человека-паука, Халф, Капитана Америка, Росомаху и многих других персонажей Марвел. Персонажи вместе будут пытаться сорвать планы Локи и других злодеев из вселенной Марвел. И не дать тем собрать сверхоружие, способное уничтожить весь мир. Таковы были игры, которые перекочевали из стима в гугл плей. И думаю, этот список со временем будет пополняться новыми играми. Если не сложно, напишите название той игры из этого видео, которая вам нравится, или в которую вы бы хотели поиграть. Спасибо за просмотр и всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok